МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Своё 30-й год здесь сегодня означает ветеранский рух Гомельской области. Сегодня у Гомеля пошли работу 11-я специализованная выстава «Будуем дом». Сегодня означается День православной книги. Всё лето и он присвященный 500 годзю белорусского книгодрукования. На дворе у регионе на этом ты не будет тёплым, а лень аустойливым. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Своё 30-й год здесь сегодня означает ветеранский рух Гомельской области. Для областной организации белорусского громадского объединения ветеранов этот день начинается с ускладания кветок. Памятная церемония отбудется ля вечного огню. Затым программу протягне у расисты сходу областным палацю творжести дятей и молоди. Дарайше сегодня ветеранская организация Гомельщины обедновывает усих ветеранов войны, працы, узбройных сил и правооховных органов, які проживают у регионе. Ага это больше, як 373 тысячи человек. Сегодня за офицейным визитом Гомель плануя наведать представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан-Ил Бушарди. За ближайшие два дни он планует обмерковать актуальные пытания со специалистами областной организации червоного крыжа Управления по громадянству и эмиграции. У пункте часового размещения психологичной и социальной адаптации беженцев Жан-Ил Бушарди плануясь устреца с тыми, хто зараз ходанничая об предоставлении обороны в нашей краине. Так само йон наведая сирийские семьи, які уже отримали такую макшимость у 2014-м годзе, дякуючи суместному проекту ААН и Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Сегодня у Гомеля пошла работу 11-я специализованная выстава «Будуем дом». Она накеревана на ознайомление с прогрессивными технологиями будовничьей индустрии и будет довжиться до 17-го саковека. Это найбуйнейшее региональное мероприемство в Беларуси. Плануется, что селита уйой примут удел больше за 20 белорусских предприемств. Запрошен так само специалист из замежных андлево-промысловых палат. Яны проставят будовничьи материалы и обсталявания опошняха поколения. Деловая программа продуглеживая презентации товаров и послуг, контактно-кооперационную биржу, семинары и майстер-классы. Сегодня у Гомеля отбудется акция «У новый мотосезон на технично-справном мотоцикле». Профилактичное мероприемство проведе областная держава инспекция суместно с мотоклубом «Жалезные браты». Акция пройдя с 13 до 14 годзи на диагностичной станции номер 37. Там члены мотоклуба пройдут техничный огляд и на властном прикладе покажут, как важно сошить за справностью транспортных сродков. А кроме того, во управлении областной державной инспекцией отбудется круглый стол с представниками мотоклубов. Головная мета – наладить взаимодействие в заховании безопасности дорожного руха. Сегодня у Гомеля означает «День православной книги». Все лета он присвященный 500 годзю белорусского книга-друкования. Святочные мероприемства пройдут во всех буйных библиотеках. У областной библиотеки имя Ленина запланованы исторический квест, детализованный открытием выставы гомельской школы «Мастатства». А кроме того, в этот день будет объявлен конкурс «Православие – моя надея», организованный гомельской епархией суместно с областным отделением Союза письменника в Беларуси. Веларуси – это «Православие»! Веларуси – это «Православие»! Веларуси – это «Православие»! Веларуси – это «Православие»! На дворе в регионах на этом тыне будет теплым, а не устойливым. Как поведомили областным гидрометцентры, все не обыдется без истотных опадков. В день по ветру прогреется до 10 тепла. У нас чекается от плюс 2 до минус 6. У Сирадова день до 9 градусов со знаком плюс. У ночи от минус 3 до плюс 2. В околе завтра и четверг под уплывом атмосферных фронтов на дворе погоршится. Пройдут краткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. В пятницу уже снова выглянет солнце и будет переважно без опадков. В субботу в особенных районах, а в неделю на большей части территории прогнозуются краткочасовые дожжи. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomil.by. На этом выпуск завершенный. В студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи!